Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но GoodTorzok На их колесо Не может А на не Gruяже она тоже диффундирует причем как идет от кольцо у меня там слишком описано она там интересно она идет вот так вот так а потому что у него есть это и это отдельное моделирование заслуживает так сказать и скоростной киносъемки там и так далее она ваша идет вот она усеки вот вот что она льет а потом вот так вот в этот момент его атмосфера сжимает и заканчивается а вот здесь она пошла уже диффундируется а приостанавливается ну это процесс этот принципиально описан книги ламба гидромеханика значит у кочин кибели есть это дело значит там где-то еще у браке по моему я сейчас не помню вот этот процесс у них не указан вот этот процесс а я увидел понимаешь что можно сделать поставить ящик ну не эксперимента дешевый вот здесь при вернее так типа нотных линеек чтобы можно было оттуда снимать и вот изучайте сделка чем тут понимаете можно же сделать и всякие насадки вы можете его закрутить понимаете вы можете два кольца выпустить и посмотреть как они будут взаимодействовать тут очень большие так сказать такие наглядные вещи ну вот что ты сделал но в общем конечно это никак не систематизировано это тоже сейчас своих энтузиастов по силу от эфир одинаковичем еще хорошая она составляет так сказать вот эксперимент который вот здесь и было показаны где 10 экспериментов который ставил лабораторий по электродинамике их надо повторять вот это может с помощью музея будем повторять может каким-то вирусом они просты все но на тем например как работает торсоматор я ходил вокруг это делать лет пять пока понял и думаю что не до конца как работает торсоматор вот здесь несколько лютерс торсоматор привезли вот как работает торсоматор потому что помимо гудения он еще должен уметь передавать энергии каким-то способом понимать и должен быть механизм вот отсюда передали в среду отсюда передали сюда вот что и как какую роль играет доме на чем магнито твердо отличается от магнита мягкого ну и так далее и так далее там целой серии вопросов понимаете значит мне говорят умеют же трансморта счета фильме но скажите пожалуйста две такой вещи вот вот имеется же обратно вот здесь первичная а вот сюда положили два литка включена встреча встречи два одинаковин как включены встречи когда я поставил этот эксперимент сбежал все лаборатории потому что было семья саша начали спецы ну а я сказал что это здесь будет и это будет пропорционально тому толку который идет во вторичной обмотке так она оказалась мало того в зависимости от того как мы расположили обмотки мы как пойдем обмотки вот так и друг на друга а поставьте обмотки вот так вы знаете какая разница оказывается 11 процентов 11 процентов этого никаким полями рассеивания не объясните а есть механизм совершенно простой в чем мы же привыкли к тому что вот нашлись рецепты как пироги печь как сапоги тащите карта сама придется так мы и делаем а почему это так ведь главный вопрос не то сколько а в том почему мы перестали задавать вопрос почему вот то что я написал здесь это первый раз 130 лет спустя после масса никто же не занимался этим не потому что там другие или опросы не знаешь это надо делать очень понимаете поэтому главный вопрос почему это не проявление эфира когда летят летят потом они начинают увеличивать свой диаметр они же дефондируют они тратят свою энергию на преодоление сопротивления вязать эфира мало но вполне достаточно чтобы скажем за 10 миллиардов лет так сказать красное смещение придется то есть она начинает распугать вот у вас длина волна растет устойчивость теряется даже они начинают ломаться на денег лучше дальше они с удаляются где-то как раз друг с другом и выглядеть получаете хаотическое излучение так как космическое излучение космическое излучение никто же не знает источника его откуда один-то и вот он отталкивается как колесный проход от внешней среды как дымовой кольцо кольцо 9 не не может стоять на месте а протон стоит на месте потому что у него отношение его диаметра к его массе в этом смысле крайне благоприятно и масса большая а повезет маленькая у фотона наоборот у него масса маленькая а повезет очень большая здесь протона 10 минус 15 а у фотона все-таки у нас что там получается микрона до 10 минус 6 ну значит поэтому фотон разгоняется достаточно быстро например на 45 длинн волны уже полный разум а это штука нет потому что у него очень маленькая площадь и масса большая но постепенно с большой постоянно и он тоже разгонится теперь дальше они где-то там все ударяется же все фигас отели протона да ну вот даже не потеряют направление и в среднем за много лет они усредят все это направление поэтому они будут соблюдать куда угодно причем с около световой скоростью вот он не может преодолеть световую скорость он не может потому что вот вот здесь будет сопротивление резкого заставить то что он сам второй звук преодолеть не может это можно делать только на реактивных способов но это целое дело отдельно как это можно сделать ну вот технически но вот эти самые могут действительно для них это будет трудных барьеров но для данного вида образования поэтому вот реликтовое излучение значит она а совсем не потому что там был взрыв там и так далее она все время пополняется реликтовое излучение все время дефондирует исчезает вот находится в таком динамическом равновесии рассмотреться куда исчезает дымовое кольцо когда вот она курить пункцию вот домовой кольцо есть а дальше куда рассчитать нету так она остается тут же ничего никуда не исчезает она переходит из вида организованных вид не организованы больше ничего материю уничтожить нельзя какой получается протон то что протон протоны не одинаково протон и конечно не сохраняются они имеют большой период так сказать релаксации начиона исчисляется тоже где-то десятками миллиардов лет но рано или поздно как любое кольцо они увеличивают размер теряют устойчивость и растворяется в эфире вот все у нас первое рожде книжки так возможно и энергетики эфиры динамической его вопрос выключается вот в чем если будет очень большая доступна этой энергии и соответственно сильно зарастет потребление каким-то конечным кпд наверное перегреется атмосфера я сам не поэтому понимаете экологическая безопасность здесь конечно не во всем учить не вашим учить то что он понимаете не остается не останется вещества вредного это то что это будет рассасываться сама это тоже но то что понимаете мы можем перегреть всю планету или рвануть его и у нас между прочим есть такой не очень четко подтверждено исторически причем прецедент все-таки есть для раздумания это поэтому понимать удалось ребятам расколотить свою планету понимаете конечно долго старались но так сказать расколотили на их принципиально нашим и можем так сказать суметь там ребят не было поэтому в этом смысле безусловно право я вам более того скажу что понимаете вообще с энергии издались веществом и совсем надо просто обращаться по роду когда говорят что кпд как у паровоза это очень сильный листят потому что паровоз все по до 7 процентов на самом деле все наши кпд вот я посчитал мощи легко посчитать к информационной кпд у любого вычислитель но я как бортовик такси специально занимался сидел и на этом даже 5 и поколение через суду поскольку было ясно что например если всю информацию самолета пил даже на революционно собрать в один провод он будет исполнил на 10 процентов а у нас 10 тысяч проводов но это мы реализовали так сказать вот на альфе летает уже просто одна пара порога ну вот значит по нашим стим ну вот а значит это сам то же самое здесь со всеми тем вещами знаете его много значит может я вам более того скажу то что вы говорите называется тепловой насос но не все может быть знаю что это такое салат сажу если вы взяли холодильник и морозильную камеру опустили воду в реку в океан то в калорифере вы будете выделять ту энергию которую вы взяли из сети плюс ту энергию которую вы через воды обычно кпд таким устройствам 9 около 4 3 4 но вот какие-то умеется уже получили 8 и говорят даже может был больше принципиально ограничений значит но к сожалению только пока умеют в тепловой вот мне рассказали что и в газете даже было что в тишине научились делать и уже сидит даже москве где-то продают забыл как она называется установка как юсмарт да да значит когда значит там примерно как то есть кпд любого процессы абсолютно любого процесса если вы учли все потери все такое равен единице любого процесса потому что энергию создать нельзя ее можно только перекачать из одного вида в другой из того видов которые вам также беспорезен в тот вид который вам будут все кпд касались чисто механических процессов когда рассматривался процесс как сколько можно взять механическую работу механическую а холодильник например если вы рассматриваете с точки зрения колорифера у него будет кпд скажем 2 а с точки зрения морозильной камеры вообще отрицательные там же энергии не выделяется уходит поэтому все дела условно ну мало того значит не представляет чтобы что если бы те ребята таскать счете как-то немножко поимели в виду эфир динамику возможно они немножко подняли от самой кпд потому что вы у них идея вот то что они там написали но смотри не гонится никуда но это как-то допустим все-таки не делай установку таким снова существует несколько не только кишиневская существует по моему в новгороде если лица еще где-то ночью это идея уже такая а такие обычные вот типа холодильника значит в крыму стоит востоке их вообще тысячи уже по всему сверу тысячи но вот с точки зрения вот вверх я там воду ведь гонять по кольцу там гонять воду по кольцу значит то есть создает условия для вихре образования это очень грамотное решение это мне не понравилось мне даже за труба железная наделась из изолятор тогда кпд поднимется мне это представить они же за и планирование это получили ну вот поэтому тут пути есть это направление абсолютно правильно совершенно правильно ну а теорию не вредно было бы поправить ну вы сказали что в живом организме органы отделены друг от друга пленкой и диэлектрика это не случайно чтобы за экранировать и старается чаще фанге но как ты вот у меня тут нестыковочка вы с одной стороны говорите что поля ну скажем магнитное поле да это движение эфира и аура тоже движение эфира так вот поля проходит через диэлектрики а тут друг у вас диэлектрик является как раз экранирующим вот с тем что вы только что сказали насчет железной трубы и диэлектрической до металлическая экранирует это понятно а диэлектрическое нет как вот с тем вашим замечанием весь вопросом чего и сколько организм не умеет делать у себя металлические экраны кроме того значит нами установлена такая интересная вещь мы нигде не описали просто так помню что окажется металлический экран для скажем вот для липтонов которые идут от горения от свечки скажем а ее просто не является экрана вообще не является а железный кран усиливает эффект потому понял почему даже наилучшим экраном пока все-таки вот для таких липтонов является деревянная доска а еще лучше значит вот а вот когда есть такой такая пленка с повышенной диэлектрической проницаемости относительно вакуума в ней что-то застревается я так понимаю все-таки застревает это лучше чем они непосредственно будут так сказать вот касались друг друга ну я так думаю что природе обычно все сделано по делу так сказать не просто так ну конечно процесса гарантирует что вот я все правильно сказал наверное это неправильно но но все-таки значит я думаю что это для этого ну вот михаил юрьевич служим внимательно время есть он должен выступать то есть если раз спрашивает значит вот справа место и что это значит смысл заключается очень просто вот у нас есть один атом ядро вот есть второй атом и вокруг есть вторая вот теперь мы их соединяем у них два способа соединения вот если здесь не отвращение вот так то что первый вариант они прилипнут вот здесь градиент скорости здесь пониженное давление внешнее давление приплюснуло и они стали вот так длины этих путей все сохранились на своем месте это и он начнет но может второй вариант когда они образовали общую тогда длина вот этого пути будет меньше сумм длин этих путей это означает а любой мифы он здесь он завинтован и он уплотнен значит здесь часть эфира оказалась лишней она будет выброшена чем мы и занимались так сказать изучая горения если у вас по существу нет другой реакции которая требует идет наоборот на родители не то тогда вот это превратится вот здесь киевое колечко которому условно назвать никто на вот время ванчу бета посчитал его массу что оказалось 10 минут 4 массы электроны значит мы получаем электронную пену которую на крутильных весах мы ощущаем это тоже эксперимент который любой может поставить все даже дома на коленке ну вот значит она постепенно рассасывается значит устойчивость не очень большая но по крайней мере пена в целом примерно часа за полтора рассасывается полностью но если есть у вас рядом другая реакция на разъединение тогда этот поток уходит не туда а он засасывается сюда потому что это сток это сток значит засасывается сюда и поскольку в живом теле непрерывно идет вот эта самая реакция непрерывно получается что непрерывно возникают значит истоки и непрерывно возникает стоки что мы видим здесь свечение кириллиана вообще идет фонтанчиками которые все время дышит ну вот вот природа как мне представляется ауры значит второго года потому что аура первого рода его природа просто вот здесь у имеется набор присоединенных вихрей которые так сказать никуда не делись они есть вот это аура первого рода поэтому как они взаимодействуют я не знаю как они взаимодействуют они накладывают друг на друга там и тогда есть такая особенность что значит я не помню кто построил поставил такие эксперименты с мышами которых значит поставили в банку живых мышей значит эту банку стеклянную или кварцевую значит закрыли герметично и поставили на весы вот когда мыши отдали богу душу кто это здесь конкретно привел в том что они полегчали герметично закрытая банка она помещает а потом через некоторое время она потяжелела с позиции эфир динамика это достаточно элементарно биополе которая так сказать вот продолжала существовать после смерти она уже потеряла сцепление со всеми этим молекулами она просто так сказать сквозь стекло ушло и никто ему не помешал а потом началось разложение потом началось разложение начался вот вот этот процесс вот он начался обратно процесс начался эфир стал потребляться значит и это все потяжелело ну там решила миллиграммов но вполне заметная величина совсем не 0 поэтому значит отвечает говорит о том что вот все эти процессы имеют существенное значение для для жизни как таковой ну а детали конечно узнаем я вот как раз тут думал вот над этой вашей схемкой с выделением лептонов и нашел тут в одну мне кажется логическую такую не связочку с вашими же представлениями вот какую наш поскольку в электронной оболочке что есть вот присоединенный вихрь к ядру до эфир уплотнен гораздо меньше чем в протонах но это вы показали сейчас в электронной оболочке присоединенные к ядру виleep эфир уплотнен гораздо меньше чем в протону гались вот и возможностей дальнейшего уплотнения фера здесь есть в принципе есть вот протоне нет об Adams因為 поэтому в принципе возможно я не говорю что это так но в принципе возможен другой механизм преобразование общего электронного облака, общего вихря, как бы лишний эфир не образуется за счет того, что происходит дополнительное уплотнение этого вихря, и он весь оказывается на месте. Я даже и спорить не буду, потому что здесь возможны самые разнообразные, так сказать, варианты, над которыми надо думать, надо считать и так далее. Это принципиальная возможность. И еще один момент. Если действительно электрический заряд, вот как вы считаете, является циркуляцией круговой скорости по поверхности, плотности круговой скорости по поверхности. Плотности эфира круговой скорости. Да. Вот. И имеющиеся, во всяком случае, в настоящее время в науке данные показывают, что единичный элементарный заряд, он вроде бы пока, во всяком случае, есть минимальный, и он переходит целиком, то тогда получается не дробиться. Нет там одна третья, одна вторая, там этого элементарного заряда. Пока, во всяком случае, не обнаружено, да? И тогда что получается? Ну, во всяком случае, в химических явлениях это четко видно, так сказать, да? Вот. И тогда что получается? Если у вас завинтованный эфир в виде лептончика улетает, он обязательно должен унести с собой часть вот этой циркуляции. То есть, как бы, часть электрического заряда. Но пока вот этого вроде не просматривается. Вы знаете, так, я понял. Вы знаете, значит, вокруг каждого явления, с которым считаю, что хоть как-то разобрался, я ходил годами. Каждый. Обязательно возникало некоторое противоречие, что я вот думаю, как она сам говорит, в конце не стыкуется. Но в конце концов, как-то решение находилось более-менее удовлетворительное. Хотя, конечно, это все первое приближение. Здесь постановка многозначна. Во-первых, вся энергия вещества – это энергия протонов. Энергия протонов в силу его совершенно другой массы и плотности, самое главное, чем электрон. Она, соответственно, на много порядков, а внутренние скорости в протоне еще выше значительно, чем на поверхности. Значит, у меня получилось что-то такое, порядка раз в 400 примерно. То, если даже какой-то кусок улетает, и, значит, на этом тряется энергия, то это будет очень малая доля на фоне той энергии, которая там остается. Это понятно. Поэтому, значит, для того, чтобы обнаружить это дело, должны быть приведены очень тонкие измерения, которые, так сказать, навряд ли кто-нибудь проводил. А в первое приближение, так сказать, с точностью до, скажем, первого, допустим, знака, значит, может даже этим и не занимался никто. Все считают, что вот так еще и заниматься не надо. Качественно подтвердилось, но и слава Богу. Потому что, когда электрон куда-то летит, или меня всегда вот страшно умиляет рассуждение об одиночном фотоне, про который все все знают. Вот он, как я прошел сквозь щека, один фотон. Но хотел бы мне посмотреть на того человек, который сумел создать один фотон. И как он потом его измерит? Это один фотон. Понимаете? Значит, поэтому я думаю так, что, ну, мне уже известно, например, что существует в истории физики целая серия экспериментов, которые либо не так истрактовали, либо являются прямой фальсификацией. Причем у больших учебников написано, это все так, но никто никогда не проверил. Вот теперь таким является, например, эксперимент ФИЗО по измерению скорости света. Че, замечательно, интересно. Я вообще там. Оказалось, что сделать такой эксперимент в те времена было нельзя. Ну, просто нельзя и все. Ну, сегодня-то только техника, как сказать, подошла только-только-только. Это зубчатым колесом? Зубчатым колесом. Нельзя такое сделать эксперимент. Потому что надо было вертеть это зубчатое колесо со скоростью порядка 9 тысяч оборотов в минуту. Зеркало надо было выставлять с погрешностью за 6,5 километров. Надо было выставлять с погрешностью полсекунды угловой. Полсекунды угловой. Смотреть на все это дело сквозь дырку не более 2-3 миллиметров и выловить оттуда, понимаете, и регулировать с погрешностью одна тысячная процента. И все это было в 1849 году. Очень интересно. Как скорость получил? Нет, я понимаю, получил. Что получил? Я хочу сказать, что очень много, то есть, понимаете, у нас, помимо того, что мы собираем технологии, там, .20, возникла другая задача. Мы в решении там написали. Нужно провести ревизию всего, что наделано наукой. Просто ревизию. Посмотреть на это свежими глазами. Оглядеться, оглянуться. Где методология? Где измерительная техника? Ведь мы же сейчас все это и наделали за 20-е столетие все громадное количество разнообразной измерительной техникой. А продолжаем верить очень многим вещам. Ну, например, скажем, гравитационно-постоянное. Я прикинул, что, оказывается, эти шары надо было вывешивать с погрешностью, там, понимаете, сотой доли миллиметров. Для того, чтобы получить два знака. Это третий знак. Вот 6,67. Который там, так сказать, есть. Значит, он гарантируется. А что говорить про всякие, там, пятые, шестые знаки в массе протона? Кто, каким образом можно было гарантировать вообще этот знак? Понимаете? Вы возразите справочник по физике. Там вот третий знак – это только постоянная гравитация. А все остальные, там, пятый, шестой знак, разнообразные. Бартини однажды взял и накатал, там, 9-11 знаков. Он их посчитал. Да посчитать можно из чего угодно. А вот как это есть на самом деле? Понимаете? Вот на несколько фальсификаций я уже наткнулся. Вот это дело, вот это, то, что намерили отклонение от звезд, это чистая фальсификация. Чистая. Здесь все это дело описано. Понимаете, что это? А ведь проведено было полтора десятых экспериментов разными людьми. И все попадались на одну и ту же удочку. Потому что они не могли идти ни прощу в Тритсаха. Это очень недобросовестно. Но мой вопрос все-таки был, может сжиматься эфир преобразования ковалентной связи или нет? Может, без вылетания. Может. Может сжиматься. Может сжиматься. Потому что все это динамическая система, все это непрерывно дышит. Но принципиально я могу сказать, что нет двух одинаковых электронов. Нет двух одинаковых, но принципиально. На каком знаке там они, на 20-м, это я не знаю. Но принципиально нет. И второй вопрос. Если лептон вылетел, он унес с собой часть электрического заряда или нет? Принципиально. Нет, это я не знаю. Если это циркуляция округлая. Наверное, наверное унес. Только это совсем не означает, что на месте осталось заряда меньше это не значит она немедленно будет компенсирована в электронную оболочку из ядра ядро является маховиком который все крутит а его марса слава богу поэтому значит это совсем не значит что это самый денег был такой в этом самом в белоруссии ну известный скандалист значит по поводу термодинамики ну вот но он провел несколько очень тонких экспериментов по диссипации магнитов по ослаблению поле магнитов постоянно он нашел он был хотел он и шумный мужик был но он был очень тонкий экспериментатор и он нашел что постоянное время и убывание магнита просто так он не сдал причин примерно 45 миллиардов лет постоянный вы представляете чтобы можно было в течение так скажем года одного вот какие-то надо тонкие измерения чтобы эту штуку вот так ты действительно то есть он был тончайший экспериментатор альфред иосифович ну вот но значит это самое но вот он нашел такую вещь спрашивается куда девается там же тоже все должно постоял это я думаю так это эксперимента следующего порядка так сказать но сложности точности там и тогда этим надо заниматься надо просто знать что этим надо заниматься но масса тут ни при чем если если заряд циркуляции скорости по вам там там дело не в массе что если кусочек отлетел массы и с ним ушел кусочек количество движения то в оставшемся электронной оболочки это количество движения немедленно будет компенсирована энергии из ядра вот я что хочу сказать потому что его энергия вот этой присоединенной электронной оболочки совсем не ее личная энергия не про энергию а про заряд про заряд но это циркуляция ну какая то же самое так слушать поскольку вы уже занимаетесь давно публичной работой но я бы хотел спросить вас о некотором вашем отношении говорили не знаю и до сих пор публикует скажем а это как виталий лазарь гинзбург не надо писать расскажите на время семинар гинзбурга есть семинары панмариостик но если у меня такой семинары великого есть семинар гибрии присутствовали у волченко но фамилию могу назвать там десятки вопроса вы меня задали вопрос сейчас вопрос такой ваше отношение к тому что пропагандируется пишется в книгах и их отношение к тому пишете вы вот не статья например на борошенко юрьева которым известно прекрасно девяносто пятого года где вас цитирует как вы сами комментируете ну не знаете разве процитирует то можно или от секрет если этого секретного но тогда что она чужим сейчас скажем какой секрет секрет нет никого я их статью читал она цитирует от суковского неграмотно не так идет я говорю отношение владимира кимича не присядь и тоже что же автор и издалека у всех 10 как минимум и придать веществу смысл векли в эфирной среде ведь мы часто используются в попытках построения новой теории частицы вакуума так вы уже упоминавшись и работают и варить смотри тоже его прошу тоже предполагает что просто заполнен эфиром который в отличие от газа от суковского наделяется свойствами идеальные не сжимаем и без инверсальной жизни с такой теории также возникает масса противоречий тогда я сейчас здесь наверно эти трудно но главным недостатком эфир и динамики вот этот автор считает несоответствие теории относительности не ставит и раз не статистик прошу и раз не соответствии теории относительства поэтому эта теория никуда не придется я с ним совершенно согласен что все ли относительности соприкосновения нет и быть не может не может ко всем этим семинар которые феноменологичны значит я отношусь достаточно отрицательно потому что мне представляется что наша задача сейчас искать внутренний механизм явлений как они устроены вот как устроена гравитация как устроена магнитное поле электричество и так далее вот как они устроены и вот на этой основе так сказать двигаться дальше потому что все эти семинары которого назвали а я все знаю но и у генисбурга я была у меня однократно они все феноменологичны то есть они дают описание причем основывается на нескольких очень хорошо установленных законов на есть на этом пути нас ждет полный провал и это не просто мои слова построили ускоритель для чего изучить как устроена вещество больше 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 бюджет из стран не выдерживает таких расходов бюджет из стран не выдержит продвинул это на 50 метров глубины тоннель длиной 22 километра 6000 магнитов вот как от меня вот до стенки я там был значит надо омывать житель гелий для этого построена день и завод для чего раскрутить что посмотреть что посыпать ну принцесса цирка есть такая пилета там тебя дамы холодили посуду но они же не утверждают что из-за скоба состоит от посуды а здесь утверждают вы понимаете историю порочной принципиальной методологии она скатилась глубокий идеализм и отсюда надо вылезать потому что иначе тут тогда никаких технологий потому что вся задача ставится этими ребятами аплодировать так сказать это самый шлем и там еще кому-нибудь или геннсбургу теперь может я не сказал что ему вот так сказал что война он эту войну не выдержит я прошу прощения будет дискуссия путь дороги сейчас один момент а у меня предложили сегодня в три часа в три часа сегодня я должен доложить соответствии с планом значит две вы уже мешать и вещи на судьбе есть вот значит это самое я должен доложить надо будет определенное повторение конечно о том какие эксперименты были проведены подтверждающие наличие эфирного ветра там тогда и вверх эфира и мы начинаем дискуссию панки дискуссия панкира должна определиться вот сегодня и затем две недели спустя тоже в три часа потому что в 12 часов следующий раз я буду докладывать системно-исторический метод вот системно-исторический метод в технике социологии и физике потому что оказалось что несмотря на то что все эти области танцует различных методология одна и та же и методология исключительной перспективности мне от меня требуешь чтобы фишку отдельно написал вот именно по методологии вот это потому что я однажды навкнулся случайно на человека который садами занимается системно занимается садами огород понимаете и я с интересом обнаружил что методология та же сам система исторически она стоит того чтобы они хотели потолковать но в 15 часов 2 недели спустя будет у нас просто дискуссия по эфиру я приглашаю всех желающих принять не участие значит особенно автор я не вижу вот один автор тут его сегодня нет по моему очень набивался нет не вы вы само собой вот значит это самое вы тоже может быть подождите а я вам еще я еще никому не дал слова так вещать ничего значит то это самое мы сможем причесать так сказать друг друга значит это самое ради бога потому что существует сегодня эфирной теории много и вот значит частично сегодня но в основном это будет две недели спустя на последнем самом нашем так сказать занятии все смогут получить мы посчитаем просто сколько нас человек честно разделим время начало займу не более того же самого промежутка и каждый сможет высказать выступить и высказать по своей теории это ради бога в связи с этим предложением если вы знакомы вот с нашими известными учеными в том числе с гинсбург но пригласить его пожалуйста на 27 сейчас один вы говорите подождите ку понимаете если для того чтобы ругаться не надо а если действительно мы хотим понять как устроена природа если мы сумеем 27 действительно попытаться вместе как-то думать выстраивая дерево приоритетов не о листочках говорить о фундаментальных вещах сначала так может быть ему самому то интересно будет вот действительно разобраться вместе может окажется что он прав вместе с энштейном а вдруг окажется что не он а природа права да а природа права вдруг так окажется ну ну вот мне бы на его месте было интересно ну пригласите пригласите я понимаю я понимаю я понимаю всем материалом звоню академии наук полный отлук понимаете люди занимаются наукой и не хотят знать позор именно так и миссия скопилось что поскольку спросили уверяю вас я неоднократно автора семинара хозяина пригласить сюда чтобы без погон да без погон там академик не академик только только на основе аргументов знаний фактов и так далее чтобы вместе на глазах людей можно было стать двум людям и в режиме диалога попытаться выстроить логику да вот это мне кажется было бы очень ценно да не в режиме ругани а два человека в режиме диалог пригласить не в спорах я не спор предлагаю я предлагаю совершенно другой механизм спасибо еще я не нужно согласен согласен во первых эксперимента потом вашу про не только спирит в определенном логике методом да вот это потому что без этой стиле куда же она ставить но понимаете как и трошка в свое время когда я был молодым и симпатичным и расчет у меня даже бума а еще не забыл свой ручь понятно ну значит скоро у тебя допустим то значит это самое понимать я думал что вот я приду к академикам значит скажу что в граждан вы что видите все же совершенно очевидно они благодарны и со связями понимать одним отмири скажу это самое что вы ребят близко этого нету речь идет о кормушке хорошо налаженной мировой кормушке и вы хотите чтобы кто-то из них сказал что он всю жизнь занимался ничем господь с вами они потратили колоссальные деньги колоссальные деньги куда понимать но конференции чествовали борис борисович канонцев похвалялся тем что он первый в мире получил устойчивую плазму одна сотая секунды это было когда где есть такомаки где все эти обещания институты сидят на этом где понимать не будет этого никогда поэтому этими заниматься не надо и заниматься надо создавать свою школу чем я очень занимаюсь эта школа она исторически предопределена потому что шло развитие создание по уровню организации материи природа субстанции вещество молекула атом элементарный частистом и переходим на следующий шаг он полностью подготовлен и вмешает единственно что я считаю что даже не мешает мне это примерно никто не понимаешь понимаете значит кто может вмешать там лишь человеку сидеть писать сейчас даже книги можно выпускать понимать никто не мешает но эти ребята причины я глисбургу это прямо сказал лицо не хотите не надо ваше дело ребята ваша школа причина вот а вот только был так там и так в общем разница так убедить я хочу обратить внимание уважаемое собрание на один аспект вот этой вот нашей политики академия наук официально установленный орган которому дано право судить что право что нет нарушает 13 13 статью главы первой конституции российской федерации в которой сказано что никакая идеология не может быть установлена в качестве государственных или обязательных вот вам и все двадцать девятая статья части 2 той же самой нашей действующей конституции запрещает разжигание розни по социальным признакам а научная деятельность является социальной деятельностью и кроме того даже двадцать девятая статья устанавливает свободу мыслей и слова что мы и обязаны с вами соблюдать как законопослушные граждане поэтому продвижение тех или иных идеологии в качестве обязательных на том или ином семинаре является противозаконным и мы не должны с вами попадаться на эту провокацию вот все что я хотел добавить к примеру но ты нам обещал рассказать это отдельный вопрос нет вот отдельный вопрос потому что в следующий раз это будет не скоро расскажи нам пожалуйста вот сейчас тоже собирался что а потом вам я буду очень очень жалею что на той стороне были стерты очень важные рисунки которые я попробую только что во первых я хочу поблагодарить владимир акимович за его деятельность и за то что кое-какие экстрасенсорные вопросы он прояснил на уровне скучной механической науки традиционной которой очень трудно понимать людям искусство но мы вынуждены учить эту науку и двигать ее в своих областях во вторых я хочу его упрекнуть он конечно слукавил сегодня и злономеренно слукавил мало того он еще и большой лентяй при всем своем количестве трудов потому что когда дело доходит до внедрения его же формул и его же расчетов в прикладные работы которые уже сегодня делаются на основе эфиродинамики он ловко уходит в кусты и говорит что это следующий этап работы пусть придут другие но этих других он нам не наплодил а сам ответов полных на наши вопросы не дает в результате сегодня возник разрыв между фундаментальной теорией эфиродинамики и прикладными аспектами ее внедрения и самое интересное что когда он занимается техникой посмотрите чем мы сегодня с вами занимались этим самым отдельным амер мы сегодня с вами не занимались эфирными телами мы не занимались никакими множествами а в то же время критикуем фотонщиков вот один фотон выделенный его не найдешь оказывается может только некое фотонное образование найти то же самое происходит и в области эфиродинамики нам сегодня для решения реальных прикладных задач необходимо решать вопросы не отдельных взаимодействий отдельных частиц эфира а цельных образований и их систем вот это чуть-чуть немножечко задели исследования методом кирлиана одна из таких сфер и очень интересных является образование эфирных тел вещественных я даже не знаю как их нас назвать с вами вот мы кто твердые тела или нет позитивные твердые 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 физические условно твердые условно твердые вот нас условно твердых и наши эфирные тела значит этот вопрос пока фундаментальная наука обошла а в чем там тело один-то вот в чем любопытные вещи образуют два примера приведу могу вывести вас на улице и показать очень забавную вещь дом потом мне когда им расскажу так нет лучше сначала не дорогие друзья рядом как только мы высадим с вами березу это самая береза почему-то начинает расти вот таким вот путем теперь посмотрим на эту форму в камере кирлиана что мы увидим с короной а корона это выстраивается вот таким вот странным образом я не буду рассказывать час как образуется вот эти элементарные вот образование я это делал на своих лекциях которые у меня были которые вот 23 думаю будем завершать а вот если мы аппроксимирующую линию построим мы с вами получим очень интересный вот такой вот упорное тело это вокруг дома да но она пространственная это дом в любой в любом течении не имеет значения это объемная картина это сечение хотите горизонтально вертикально это объемная штука это как-то сфотографировано да это сфотографировано это опубликовано в статьях профессора поттера это в нашей книге по архитектуре уже давно стало элементарной основой на которых первокурсников учат вообще эфирным полям материальных тел так вот любопытная штука с этой кстати внутри отражение если это пустой контур тоже получается вот такая вот забавная штуковина то есть эти вещи сегодня объективно зафиксированы они совершенно очевидны и самое-то интересное что экстрасенсорно мы натыкаемся на ту самую пленку о которой говорил владимир ракимович то есть эти тела стабильны они не рассеиваются они абсолютно стабильны отсюда вот это вот самое береза наша причем чем дальше она тем меньше это искривление идет позволяет нам определить как же воздействует вот эти казалось бы тонкие поля на живое биологическое тело отсюда напрашивается вывод что скорее всего прикладное применение эфиродинамики будет не в области железа железо слабо реагирует можно конечно потратить безумные усилия вроде этого синхрофазотрона и построить эти сумасшедшие технологии определяя железом эфирные тела и взаимодействие но скорее всего мы пойдем по линии все-таки биотехнологии действительно и самое главное технологий использующих человеческий фактор отсюда воспитание испытателя исследователя оператора обладающего тренированными способностями работать в этих диапазонах работать с измененным состоянием сознания это насущная потребность и такая потребность всегда была реализована в нашей области когда я смотрю на эти технические попытки аж слезы наворачиваются на глаза вся история архитектуры есть не что иное как изучение эфирных тел объемных пластических форм и мы это применяем сегодня в теории архитектурной композиции настоящее время создается система нормативных документов по энергоинформационному благополучию населения в соответствии с решениями комитета по экологии государственной думы где основная физическая база в общем-то носит эфир динамическую природу и там уже даже споров этих не идет вот я слышал об этих спорах скучные дорогие товарищи закон требует чтобы мы с вами обеспечили друг другу благополучие и она достигается исправлением аура от ее поражений аура точно такая же есть у каждого из нас чем занимается сегодня альтернативная медицина исследуем формы ауры человека который окружает еще только внешней пленочной стороны то есть как бы эту пленку то лучше назвать вот поверхностной стороны дела но ведь там есть внутри структурные внутричакровые вот те самые организменные образования и их образование вот этих тел а что происходит я позволю все эти формулы уничтожить а что происходит с нами процессе самого обычного движения ну скажем что же техник зале метро вот если у нас с вами выстроены прямые стены центрального зала мы с эскалатора спустились и вошли а нам надо на переход туда но если мы с вами имеем а это вот наше ауральное яйцо то если мы с вами имеем вот сбегающие потоки друг на друг выпучивая здесь кстати это еще сейчас будет один маленький аспект интересного дела практически позволяют нам ну это выпучивание ничтожное почти беспрепятственно проскочить вот этот линейный коридор а если мы с вами здесь же устраиваем колоннаду или пилиастры ну это уже по крупному я говорю о формах которые практически не мешают эргономике движения имеют только разработанную пластику что мы получаем а мы здесь получаем вырвы поля или эфирного тела внутрь рабочей зоны и тогда а если это первое образует тот самый второй слой о котором мы говорили то вот тут то наши ауры особенно если мы идем в потоки задевают то есть мы получаем ребра торможения психологическое торможение идем но энергию которую мы подсознательно затрачиваем затрачиваем больше эффективность движения снижается зато вероятность зацепления и рассматривания созерцания увеличивается вот таким образом фактически может быть построена композиционная схема любого произведения материального искусства проанализирована и оценена с точки зрения утилитарных и надутилитарных функциональных задач это я просто показал что сегодня эфир динамика уже подходит к вопросам не научной фантастики а реальных требований к чертежам и пояснительным запискам по построению эфирных тел материальных образований и этот день буквально наступит ну если полиграфия справится и не уйдет в отпуск наш коллега из госстандарта которые с нами взаимодействуют это произойдет в течение ближайших месяца максимум полутора то есть это будет зависеть чисто от полиграфических мощностей потому что документы эти на подходе они работают отсюда потребность в эфир динамических знаниях формулах и расчетах более чем по горло уже по уши а завтра будет выше головы почему потому что в той же хорошо известной специалистам по архитектуре книги наши живые поля архитектуры не случайно мы их назвали живыми полями они же дышат они живые нет никакой застывшей музыки она живая мы взаимодействуем живьем построен атлас как мы их назвали тогда еще было до эфира динамики мы их назвали энью и пюры энергоинформационные пюры фактически это зоны возникновения эфир динамических пленок разделяющих эфирные тела различной плотности взаимно проникающими структурами мы даже определили размеры примерные надо сказать что вот вертикальный или горизонтальный размер и вынос длины максимального выброса вот этого вот энергетического звена или эфир динамического выхлеста он по диагонали примерно равен геометрическому размеру тела от которого это происходит отсюда чем больше высота тем мощнее сдавливающий эффект поля в пространстве а вот когда мы на поверхность выносим то есть мы проводим это либо приборными методами у нас сегодня есть приборы для оценки этих воздействий как ни странно хотя они электромагнитной природы или коллекционную съемку проводим и не такими халтурными способами зажимая пальцами за это надо просто рамки отнимать и выгонять а почему скажу потому что уже более двух месяцев действует энергоинформационный стандарт номер его могу сказать у меня сейчас в памяти нет его которое называется белокационные измерения испытания и исследования где даны требования к проведению работ к оформлению документов к подготовке операторов к записи результатов к оценке их точности и так далее так вот это вот халтур которую даже на занятиях нельзя показывать это безобразное отношение к столь тонкому механизму тем более индикаторной биолокации не надо фальсифицировать эти вещи вот здесь мы получили четыре пятых ну геометрически понятно почему по треугольнику то есть это чистое но уже проекционное проектирование так вот на самом деле эфирные тела первой плотности твердые эфирные тела условно говоря или жесткие эфирные тела определяются сегодня это банальность этому учат на первых же месяцах занятий любого специалиста по эзотерике или по энергоинформационному благополучию сегодня мы это довели к вашему сведению до высшего образования и эти дисциплины лицензированы поэтому вопрос о лженауке сегодня является не более чем вопросом препятствующим развитию технологии любезного нашего отечества является деятельностью антинародной и антизаконной как я это показываю а вот работать надо да всякие фокусы на эстрадах показывают с великим использованием эфиродинамических эффектов это конечно все профанация а вот рутинная тщательная работа по установлению атласов расчетных таблиц механизмов применения настала уже сегодня и никакая это не научная фантастика дорогой Владимир Ракимович работать работать и работать давай расчетные таблицы вопрос можно вопрос да вопрос вы нарисовали вам сейчас скажу вот эту картиночку и сказали что это связано с эффектом кириллиан но Владимир Ракимович утверждает что эффект кириллиан связан с аурой второго рода динамической протекающей секунды химических реакций а то что вы сказали скажем аура здания это аура первого рода она стационарная так сказать там не протекают химические реакции в бетоне это я как химик знаю могу утверждать достаточно аргументированно так вот не связочка получается то что вы назвали эффектом кириллиан и то что называют причиной эффекта кириллиана я понял объясняю невязочка заключается только в одном значит аура фотографическая показанная методом кириллиана не рисует реальное эфирное тело а лишь только показывает часть этих вот коронных выклистов но образующих ту же закономерность геометрический закономерность даже все остальное это ваш вопрос а не мой мое вот я теперь отвечу на ваш вопрос в сочетании с вашим так я по профессии архитектор художник грубо говоря и мое дело давать вам конкретное пространство жизнедеятельности а не копаться в формулах и вот эти вот ленивые ученые нас несчастных для того чтобы обстоять ваше право на красоту как физическое явление описывая с помощью эфиродинамики заставляют копаться в этой науке вместо того чтобы прийти и самим честно в нашей методике уложить свой измерительный потенциал тогда мы будем заниматься вашими функциональными задачами и делать красоту для вас каждого персонально а не рассчитывать каждый раз попали мы в химический или биохимический или какой-либо иной эффект это не наша профессия спасибо спасибо вот и все у меня был такой случай приехал ко мне из под ирпутска один малый он приведет а можно посмотреть со мной познакомиться и вообще выжить не поэтому он у меня прожил 10 дней значит и задавал мне почти каждый день один тот же вопрос Владимир Владимирович он там под руку служит рядом 500 километров там ряд да значит Владимир Владимирович вот вы рассмотрели рассеяние нейтронов на алюминиевые мишени ну как же так вот вот Михаил Юрьевич примерно то же самое к великому сожалению прикладных вопросов которыми надо заниматься и у меня деприруют такие претензии Владимир Владимирович вот говорит что-то в антенне какие-то нет ну я никуда не говорится например пришел нахите требует дать понимаете штука значит это все выходит на уровень такой когда уже специалисты по разным областям тоже так что предложить усилий к развитию должна быть создана эфирахимия эфира астрономии вот я сейчас в новом издании дам классификацию галактика не морфологическую а функциональ она наверное будет плохой наверно будете совершены но она все-таки первые функциональные потому что я там рассказывает откуда вот как их надо выстроить как они переходят друг друг механизм так это вообще а потом вот говорит это не так это не то это ошибся конечно же первое или мне тут была пресензия о том что почему во всех вот паре вот плотность в апреле это такое точно что такое состояние поэтому надо проверить логику надо убедиться в том что то что сделано или правильно найти ошибки и надо делиться дальше уже направление вместо этого значит сейчас я сталкиваюсь с очень большим количеством совершенно свежих эфирных силы и когда люди не потратили это дело много времени вот я надеюсь что и предискутие дальше будет ну вот ему кажется что вот так и все понимаете и снова постулата будет какие-то новые и так далее это вообще говоря так сказать борьба ну я бы сказал так методологически я прошу вас простите можно небольшую справку пока он идет пока он идет в том что нас интересовали опыты по обнаружению индивидуальных патронов в сорок восьмом году было опыты фабриканта Биберману Сушкина по обнаружению индивидуальных физики индивидуальных электронов в пятьдесят третьем году был в группе зенгерских ученых на заведении эксперимент по обнаружению индивидуальных патронов это единственное предложение если хотите нет ничего либо сделать доклад на эту тему ради бога значит либо хотя бы сесть вместе со мной и рассмотреть что они там сделали конкретно я вам на пальцах докажу что то что они рассказали как результат это немножко не то что было на самом деле то что они написали то что они написали что сделали фактически такой эксперимент мог быть обнаружен в восемнадцатом веке френелем если бы он уменьшал интенсивность щелью на которой он дефрагирует до так сказать минимальных размеров и тогда на экране за щелью возникает не так сказать знакомая картина там синус квадрат х на х квадрат а возникают отдельные засветки в принципе уже восемнадцатом веке отдельная засветка одним фотоном это какой чувствительности должен быть прибор чтобы затечь один фотон вы меня извините дайте ответить дайте ответить большое спасибо значит кстати сказать по френелю вы удачи вспомнили вы знаете что такое коэффициент захвата френеля да но это другой нет минуточку подожди но это другой так вот его проверил физон что он нападает я почти документально доказал что этот коэффициент френеля совершенно не тот который существует и самое интересное что он нигде ни разу в жизни не был использованы в одном приборе но прошел вообще учебник но и другие аргументы нет я понимаю я просто хочу сказать что так же как физо большой молодец сделать везде в энциклопедии есть его эксперимент который сделать было в таком виде нельзя в те времена ну просто нельзя поэтому я прошу прощения о том что один они выловили один фотон и установили его яркость еще к тому же интенсивность это чрезвычайно интересное положение которое я пока что не видел а что они померили они сравнили они однажды светили скажем красный свет а потом светили зеленый и посмотрели отражение интенсивности в этих потонах отдельно а то что началось естественно они посмотрели интенсивность свечения отдельных поток ну как спасибо спасибо вы знаете я всю жизнь измеритель и почем фунт микрона знаю на своей шкуре хотелось бы значит так ваше слово но человеческий глаз похоже один фотон ловит каскадом усиления мои пять минут ваши пять минут будьте любите так товарищи вот я слушаю Вадима Ракимовича уже много раньше две минутки буквально уважаемые коллеги я вот так получилось начало этой книги внимательнейшим образом прочел автор мне ее подарил давно уже я что хочу сказать понимаете вот Владимир Ракимович Соколовский утверждает на основе экспериментальных фактов что есть эфир и частицы эфира называют амером как демокрит скажите пожалуйста если мы эту частицу переименуем и условно назовем ее нейтрино да что-нибудь изменится по сути абсолютно ничего поэтому поэтому значит есть нейтрино которое было помните кем и когда постулировано для того чтобы сохранить там массу закон сохранения энергии и так далее поэтому значит вот когда я читал книгу меня поразили два обстоятельства первое что человек фактически излагает вначале потом не так но в начале эфиродинамические представления от Суковского но при этом пишет что теория Суковского неправильная да называет это изотропным потоком нейтрино как поток может быть изотропным если это поток то в целом простите есть направление или я ничего не понимаю да видимо я ничего не понимаю я это допускаю конечно поэтому я очень хотел бы вот на что обратить внимание уважаемые коллеги то что люди пытаются понять природу это замечательно но нужно быть внутренне честным задать себе два вопроса и на них ответить первое я в основу кладу действительно природу или аксиомы то есть постулаты если постулаты и аксиомы все это не сюда так и спасибо большое за помощь я второй сейчас скажу и закончу да вот и второй момент если мы исходим из природы из самой природы то мы изучаем ее феноменологически или пытаемся понять механизмы явлений не из постулатов полученные а из реальных экспериментов вот эти два вопроса надо себе задать каждому из нас и тогда многое прояснится если подвести итог то для меня ситуация такая что шестимерное пространство это уже из области чистых постулатов и чистой математики а не физики так а что касается замены название амер на название нейтрино ну это честно говоря просто такая подмена которая ну не совсем хорошая ну хорошо спасибо значит товарищи дорогие заканчиваем но еще одна минуточку и не 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 Продолжение следует...